Здравствуйте! В эфире новости первого Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам только о главном. В Карагандинской области с рабочей поездкой побывал министр регионального развития Республики Казахстан Булат Жамишев. Карагандинские железнодорожники торжественно отметили День независимости Казахстана. Высокими государственными наградами в День независимости страны были отмечены люди разных профессий. Молодежной политике в нашей стране уделяется большое внимание. Как проводится работа в этом направлении в Карагандинской области, руководители регионов Оржана Абдишева доложили на заседании Совета по делам молодежи. Подробности в следующем сюжете. По поручению главы государства в регионах страны, в том числе и в Карагандинской области, были открыты управления по вопросам молодежной политики. Сегодня их возглавляют таким и всех уровней. Они помогают решать актуальные проблемы молодежи. В этом году была открыта служба социальной адаптации выпускников детских домов в областном центре молодежных инициатив. В следующем году мы планируем реализовать еще один социальный проект – открытие центра обслуживания молодежи. На последнем уходящем году заседании Совета по делам молодежи были заслушаны отчеты Акимов о деятельности центров молодежных инициатив у Лытаусского района, городов Джесказган, Садпаев и Шаксин. Также рассмотрели вопрос руководителям Управления координации занятости по трудоустройству молодежи области. Хочу отметить, что Совет по делам молодежи является не только совещательным органом. Его деятельность направлена на решение конкретных проблем, которые сегодня имеются. Я призываю всех вас проявлять активность не только на наших заседаниях, но и в целом процессе всей работы. Между тем, в рамках работы Совета были презентованы два проекта по улучшению социальной поддержки молодежи и обеспечением жильем выпускников детских домов Карагандинской области. Николай Кровец, Ажас Габасов, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области с рабочей поездкой побывал министр регионального развития Республики Казахстан Балат Жамишев. В центре внимания министра был вход развития в области государственных и отраслевых программ. Балат Жамишев осмотрел водоводные сети в селе Карагайлы Асакаровского района. На их реконструкцию было выделено около 300 миллионов тенге. Общая протяженность водовода составляет без малого 16 километров. Вода в него поступает из подземных источников. В Тимиртау министр регионального развития Казахстана Балат Жамишев побывал на тепловой насосной станции, построенной по программе развития моногородов. Насосная станция позволяет подключить массив жилых домов нескольких микрорайонов к наружным тепловым сетям. Еще одним объектом посещения стал домостроительный комбинат ТОО «3К Бетон» в городе Саране, продукция которого будет использована для строительства жилья по программе «Доступное жилье». В настоящее время здесь закончено сооружение фундаментов под оборудование, завершаются работы по строительству производственного цеха, ведется монтаж технологического оборудования. Производственная мощность предприятия – более 48 тысяч кубических метров железобетонных изделий в год. В Караганде министр регионального развития Казахстана Баладжамишев осмотрел несколько многоэтажных жилых домов, отремонтированных по программе «Модернизация ЖКХ». После осмотра объектов Баладжамишев с участием Акима области Боуржана Абдишева провел совещание по вопросам развития региона. Карагандинские железнодорожники торжественно отметили День независимости Казахстана. В этот день сортировку посетил Аким Караганды Мирам Смогулов. Работники путей сообщения собрались в ДК железнодорожников сортировки. Именно их труд вносит весомый вклад в общий успех государства. 22 года назад на политической карте мира появилось новое государство – Республика Казахстан. В этот день граждане страны выбрали свободу и независимость, о которой долго мечтали. Казахстанский путь развития получил заслуженное признание мирового сообщества. За годы суверенного развития Казахстан провел ряд значительных изменений в экономической и социально-политической жизни страны. За Республикой прочно закрепилась репутация конкурентно способной и динамично развивающейся страны. Все эти достижения неотделимы от нашего президента Нусултана Назарбаева. Он сказал, что сегодня мы успешное государство, имеющее свое лицо, свои особенности и свою позицию. Сегодняшний 2013 год был насыщен важными событиями, стремительным развитием всех сфер жизнедеятельности, стабильно растут социально-экономические показатели, сохраняется благоприятный инвестиционный климат, увеличилась численность занятых в малом и среднем бизнесе. Построены и сданы в эксплуатацию социально значимые объекты, возведены дома по программе «Доступное жилье». На Дорождественном собрании путейцев Мирам Смогулов вручил награды лучшим работникам отрасли. Большой праздничный концерт завершил торжества в сортировке. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Высокими государственными наградами в День независимости страны были отмечены люди разных профессий шахтерской столицы. Среди них врачи, ученые, педагоги, артисты и многие другие. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Торжественное собрание, посвященное Дню независимости страны, проходило во Дворце культуры горняков. В нем принимали участие представители трудовых коллективов, ветераны войны и труда, почетные граждане города, депутаты областного и городского маслехатов. Истории каждого государства есть даты, которые можно назвать судьбоносными. Историческим днем для нашего народа стало 16 декабря 1991 года, когда президент страны Нурсултан Абвич Назарбаев возвестил всему миру о появлении нового независимого государства Республика Казахстан. Президентом страны в этот праздничный день были отмечены люди различных профессий. Руководители предприятий, ветераны труда, государственные служащие, рабочие, врачи, ученые, педагоги и артисты, сотрудники правоохранительных органов и работники средств массовой информации. Они были награждены такими орденами и медалями, как Айбын, Парасат, Курмет, Ерлагеушин, Ерен Энбегеушин, Шапагат. Троим карагандинцам было присвоено почетное звание заслуженной тружени Казахстана. В завершении торжественного собрания был дан праздничный концерт. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Первый Карагандинский. С любовью, Караганда. Так назывался праздничный концерт ко Дню независимости, посвященный 80-летию нашего города. Ее организовал для карагандинцев Акимат города. Со сцены звучали песни лауреата ежегодного городского фестиваля «Мы, карагандинцы». Конкурс в рамках городского фестиваля «Тебе, пою, Караганда» стартовал в 2011 году. За четыре года темы конкурса были самые разные. Родной город, мой Казахстан, дети, любовь. Лауреатами четвертого конкурса «Тебе, пою, Караганда» стали 13 исполнителей лучших песен о романтике души. Авторы признавались в любви к своему городу, делу. Здесь сегодня выступают все финалисты и лауреаты этого конкурса. Также несколько гостей нашего конкурса, которые посвящают песни нашему городу, городу Караганди и, конечно же, нашей любимой республике. Конкурс «Тебе, пою, Караганда» привлекает творческих людей, которые создают музыкальный имидж шахтерской столицы. Сергей Високосов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. В день независимости в Тимиртау открылся после капитального ремонта детский садик «Самал». Более 250 детей впервые переступили порог нового дошкольного учреждения. В рамках программы «Балапан» после капитального ремонта начал работать детский сад «Самал». Это здание существовало и 15 лет назад, но использовалось не по профилю. Так что можно считать, что это новое дошкольное учреждение Тимиртау. Рады родители, рады и их дети. Детский сад находится в одном из молодых микрорайонов Тимиртау, в седьмом. Здесь проживает самое большое количество впервые созданных семей. Местные исполнительные органы выделили 33 миллиона тенге на ремонт здания. Теперь детский сад оборудован всем необходимым для проведения учебно-воспитательного процесса. Есть игровые комнаты, собственная прачечная, кухня, душевые. Первый день – это, конечно, праздник. Уважаемые представители руководства и дорогие гости, мы собрались возле этого детского сада «Самал» и хотим выразить вам большую благодарность за заботу о детях нашего города. А какой праздник без танцев и традиционного шашу? В этот день для дошколят и гостей был организован праздничный концерт. Актовый зал полон. Здесь же и представители Акимата города. Многое делается в нашем городе для наших деток. И вот сегодня праздник. У нас новый детский сад. На 270 мест для детей у нас сегодня открылся новый детский сад. Поздравляю вас с этим праздником. Ну и хочу сказать, что, конечно, очень приятно, что именно в этот праздник такой светлый, такой красивый детский сад – подарок от нашего города именно вам. Хочу пожелать руководству этого прекрасного нового дошкольного учебного заведения, чтобы они были всегда одной командой во главе со своим руководителем. И вели вот этих маленьких наших деток к хорошему, достойному воспитанию. А детям хочу пожелать быть здоровыми, красивыми, счастливыми и быть достойными гражданами нашего Тимиртау. Детишки в благодарность за новый детский сад подарили служащим администрации Тимиртау сувениры на память. В День независимости Казахстана для тимиртаусов были организованы самые различные мероприятия. Одно из них – концерт в городском Дворце культуры. Какого погода ни была, в зале звучала музыка, песни. Зрители аплодировали исполнителям танцев народов мира. На сцене Дворца культуры металлургов показывали свое мастерство лучшие коллективы художественной самодеятельности города Тимиртау. Празднование Дня независимости страны еще раз подтвердило гражданскую позицию всех казахстанцев, направленную на решение задач по улучшению качества жизни народа. Далее короткая реклама, не переключайтесь. День независимости Ждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Тревел-мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Продолжение следует... Продолжение следует... До следующей части ×ли. Ждём слона. Орион. Мы приносим радость в дом. В связи с гололедом на дорогах участились ДТП. Виноватых искать не приходится. Неосторожность и погодные условия. Сегодня на пересечении улицы Ерубаева и Ленина столкнулись две машины. Пострадавших нет. Около 9 утра на пересечении улицы Ерубаева и Ленина столкнулись два автомобиля. Жертв нет, но недовольные есть. Один из водителей утверждает, что за рулем машины сидел сотрудник правоохранительных органов. Якобы совершив ДТП, водитель быстро снял номера со своего автомобиля. И действительно, подойдя ближе к месту происшествия, отчетливо видно, что на машине, что спереди, что сзади номеров нет. На прошлой неделе открылась персональная выставка работ карагандинского художника Владимира Герцена. Помимо написанных картин, художник предстоял инсталляции, собранные из болтов, гаек, шестеренок, камней степных пород, кукол советской эпохи. Работы Владимира Герцена всегда выделялись из общей массы произведений. Какой-то странностью живущего в них мира привлекали к себе внимание, филигранностью отделки вызывали много вопросов. Выработанный стиль за долгие годы творчества был непонятен и непривычен для многих. На выставке людям были представлены ранние работы автора, картины с изображением зданий, пейзажей и массы людей. Но больше всего внимания посетителей было привлечено к инсталляциям мастера кисти, которые были собраны им собственноручно. Также Владимир Герцен представил и собственную коллекцию камней степных пород. Кстати, инсталляцию он создавал из уже ненужных деталей и вещей. Пытаюсь продлить жизнь брошенных предметов, которые никому не нужны. Выставку оригинального художника пришли оценить и представители Союза художников города. Легкое, приятное впечатление. Оценили не только эксперты, но и простые, неискушенные в делах искусства горожане. По залу только и были слышны восторженные вздохи и ахи. Сам художник к своему творчеству относится довольно скромно. Все дело в призвании считает Владимир Герцен. Либо делай что-то, либо нет. Просто ты знаешь, что это нужно сделать. А для кого? Для Бога, для души. На эти вопросы ответа нет. В этот день, помимо персональной выставки Владимира Герцена, в музее на Лицкой суд была представлена традиционная отчетная выставка уходящего года. Амина Смакова, Карат Рашитов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В результате розыгрыша первого этапа акции «100% суммы вклада в подарок» жительница города Сараньи Наталья Петрикова выиграла 250 тысяч тенге в банке «Хомкредит». Счастливая обладательница приза уже получила свой выигрыш. Банк «Хомкредит» объявил результаты первого этапа акции «100% суммы вклада в подарок». Суть акции проста. Каждый вкладчик, который открывает депозит, участвует в акции и может получить сумму своего депозита в подарок от банка «Хомкредит». По итогам первого этапа акции 72 счастливчика по всему Казахстану выиграли сумму своего вклада. Сотрудников филиала банка «Хомкредит» в Караганде радует, что обладатель крупного приза есть и в нашем городе. Самое приятное, что выигрыша нашего депозита стала в Караганде Петрикова Наталья Михайловна. Она выиграла 250 тысяч тенге. Сумма впечатляющая. И счастливой обладательницей этих денег стала жительница города Сараньи Наталья Петрикова. Женщина впервые воспользовалась услугами банка «Хомкредит». Открыла депозит и стала потихоньку его пополнять. И тут в один день телефонный звонок от сотрудницы банка изменил ее жизнь. Наталье сообщили, что по акции «100% суммы вклада в подарок» она выиграла 250 тысяч тенге. Никогда ничего бесплатно в жизни не доставалось. А тут просто вот с небес свалилось какое-то чудо. Руководство банка лично поздравило Наталью Петрикову, торжественно вручив цветы и сертификат. Кстати, те карагандинцы, которые тоже хотят принять участие в акции «100% суммы депозитов в подарок», могут смело открывать вклад в банке «Хомкредит», ведь не за горами второй этап акции. В нашем банке продолжается второй этап розыгрыша «100% депозит». У каждого клиента нашего банка, вкладчика нашего банка, есть возможность выиграть тот вклад депозита, который он положил. Счастливая обладательница уже знает, что будет делать со своим выигрышем. Наталья Петрикова решила открыть депозит для своей дочери и положить туда призовые деньги. Женщина собирается и дальше пользоваться услугами банка «Хомкредит» и советует всем карагандинцам следовать ее примеру. Амина Смакова, Ужас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Уважаемые карагандинцы и гости города, 19 декабря 2013 года в 19.00 на площади Независимости состоится торжественная церемония зажжения главной елки Караганды. В рамках мероприятия пройдет парад 400 Дедов Морозов и Снегурочек, а также ростовых кукол. Накануне Дня Независимости танцевальные коллективы, представленные тренерами фитнес-клуба «Персона», порадовали карагандинцев сжигательной программой. Юноши и девушки показали зрителям спортивные танцы, латиноамериканскую зумбу, ловкий брейк-денс, арабский танец живота и многое другое. Два раза в год в солнечном мае и морозном декабре руководители фитнес-клуба «Персона» организовывают танцевальный фестиваль в городе Караганде. Это уже десятое выступление танцоров на сцене Казахского драматического театра имени Сакена Сейфульна. В этот день выступили различные категории артистов – дети от трех лет и старше, студенты, школьники, домохозяйки и пенсионеры, и просто любители. В фитнес-клубе «Персона» занятия ведут лучшие тренеры страны, которые заняли ведущие места на чемпионатах в Казахстане, России, Египте, Китае, Корее и Франции. Моя ученица Милана Черепко недавно заняла на республиканском соревновании первое место среди детей, подростков до восьми лет. Я очень горжусь. Сама я буду представлять Казахстан на будущем чемпионате 2014 года в городе Ялта, Украина. Я вошла в число 16 самых сильных девушек всего мира. Постараюсь защитить честь Казахстана. Подростковые танцы пришлись по вкусу карагандинцам. Танец хип-коп зародился в Нью-Йорке в 1974 году. Спустя шесть лет он возник в городе Бронксе и сразу же стал популярным среди подростков. Другой не менее известный танец среди тинейджеров стал брейк-данс. Данный стиль сформировался в 1973 году в Нью-Йорке, в том же городе. Танцевальное течение брейк-данс исходит от термина брейк-денсинг, которое ввели в обиход музыкальные журналисты. Но популярность этого жанра танцев обрет только спустя 20 лет среди представителей молодежи. Сами танцоры делятся на группы B-Boys и B-Girls, которые поражают своими виртуозными движениями представителей всей планеты. Например, мои ученики по Казахстану в данное время занимают лидирующие позиции. Помимо этого я участвую, сам являюсь участником команды Simple System, которая базируется в Астане. Мы неоднократные чемпионы Казахстана. Также выезжаем, вот недавно мы были в Челябинске на выходных, там заняли первое место. Анастасия Семенова, Габиден Крушпеков, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В честь Дня независимости на минувших выходных в Караганде прошла торговая ярмарка. На ней горожане смогли приобрести мясные и молочные продукты по низким ценам. Все подробности у нашего корреспондента. На улице Олимпийская не протолкнуться. Люди с огромными китайскими сумками закупают мясо и другие продукты к Новому году. Городские власти для организации этой ярмарки постарались на славу. 57 тонн мяса, 180 тысяч яиц, 4 тонны молочных изделий, 20 тонн картофеля, 30 тонн капусты и 11 тонн лука. Впечатляющие цифры. Горожане на них среагировали моментально. Количество, качество и цена подкупили жители шахтерской столицы. Горожане очень хорошие. Такие, я думаю, нам их опять и нужны, потому что горожане могут по приемлемой цели купить те продукты, которые производят экологические числицы в наших районах. Цена на продукты не просто приемлемая, а соблазнительная. В обычные дни мясо стоит полторы тысячи тенге. На ярмарке стоимость снизилась на 400 тенге. Неудивительно, что к столам с мясными изделиями пройти довольно сложно. Кстати, помимо мяса, на ярмарке можно было приобрести рыбу, мед, сыры, различные сорта чая и многое другое. Горожане ушли с ярмарки не с пустыми руками. Судя по количеству покупок, горожане остались довольны. Правда, пару замечаний были все-таки озвучены. Побольше бы таких торговых ярмарок с низкими ценами. Амина Смакова, Лжас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. 120 девушек и женщин съехались в Караганду со всего Казахстана, чтобы выяснить, кто лучший каратист республики. В спорткомплексе «Жастар» прошел 12-й чемпионат страны среди женщин по карате. Всего в Караганду приехало около 140 спортсменов. Параллельно с 12-м чемпионатом Казахстана по карате среди женщин у нас разыгрывался в 10-й раз и Кубок страны среди мужчин. Восточное единоборство серьезно на высоком уровне развивается в Караганде. Особенно популярны они стали среди женщин. Карате – это не только выброс адреналина, но и стройная философия. Для проведения столь престижных соревнований Карагана была выбрана не случайно. Но очень понравился устроителям спорткомплекс «Жастарда» и уровень карагандинских спортсменов достаточно высок. Уровень очень высокий. Вы можете отметить сегодня нашу сборную карагандинскую, как они выступают. Я просто думаю, что мы сегодня займем общекомандное первое место. Мы готовились. Вот у нас от Караганды выступает 50 бойцов. Лучших бойцов, сборников, мужчин и девушек, женщин. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Салвоздах. 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 Салвоздах.